Под контролем Народного фронта. Сегодня члены регионального отделения ОНФ провели повторное исследование домов, заселение в которые состоялось в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Ибресях и Мринском посаде. В черный список жилые здания были занесены этим летом, после неоднократных жалоб хозяев квартир. Как отреагировали подрядчики на претензии народных активистов, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Этот дом до сих пор не стоит на балансе местных коммунальщиков и пока высаживать во дворе цветочные клумбы и очищать его от мусора приходится жильцам. В администрации поселка Ибресе обещают, что хозяина новостройки появится в самое ближайшее время. После недавнего рейда активистов Народного фронта удалось решить и другие проблемы. В районе ливня стока, где собиралась вода, отмостка по периметру дома была разорвана и вся вода попадала в подвал. Поэтому мы сделали замечание, администрация эти замечания устранила на лицо. Зашли в помещение подвала, посмотрели подвал. Значит, сырость, конечно, есть, но уже скопление воды не наблюдается. До июльского рейда активистов ОНФ в доме часто выбивало пробки. В новостройке было налажено только временное электроснабжение. Теперь все подключено к подстанции и проблема исчезла. На Родном фронте подрядчикам указали и на другие недочеты. Изначально, когда мы вообще только заехали в дом, сакон дул очень сильно. Потом приехали, все поправили, все сделали. Сейчас в данный момент все хорошо. В ходе контроля, вот мы сегодня прибыли сюда за исполнением этих решений, мы определили, что в принципе все, вот по поселку Ибресе, замечания устроены, что и подтверждается жителями этих домов. Солидный список претензий активисты Народного фронта предъявили и к застройщикам этого дома в Мариинском посаде. В прошлом году это здание признали аварийным, сносить его не стали и провели здесь капитальный ремонт. Но в ходе недавней проверки члены ОНФ увидели, в каких условиях продолжают жить люди. Скрипучие двери, перекошенные потолочные плиты, незатертые цементом лестницы и нехватка батарей в подъездах. Строители не отремонтировали дом и спустя полтора месяца. Батареи не устраивают. Большие комнаты, по четыре отсека всего батарей. Холодно зимой. Даже включаешь на 70 градусов, холодно. Изучив документы и квитанции, активисты Народного фронта выяснили и другие подробности. Все это время коммунальщики включали в счета оплату за пользование подъездом. У вас площадь разнится. Ладно, мы задаем вопрос. А если бы... Из-за жилизов... Почему? Вы сами себе противоречите. Эти вопросы уже и жил, инспекция проверяла, и все нормально. Вы нарушаете договор. Это документ, по которому вы работаете. Правовой документ, это вот. Вообще, отмечают, в региональном отделении Народного фронта реконструкция этого дома была проведена некачественно. В администрации муниципалитета винят во всем проектировщиков. Что касается радиаторов, которые в комнатах, в квартирах находятся, но они выполнены по проекту, значит, проектной организации. Если какие-то замечания, значит, все замечания можно адресовать, конечно, проектной организации. Такое качество недопустимо. Очень много недоделок. Как они будут сейчас исправляться, наверное, мы отдельно будем собираться. Поэтому я, в принципе, недовольна тем, что мы сегодня увидели. Где бы жители ни жили, в каком бы месте нашей республики, они все должны иметь комфортные места проживания. И радоваться, когда их жилищные условия улучшаются. Подрядчикам дали последний шанс. В ближайшее время они должны исправить все недочеты. В противном случае активисты Народного фронта планируют обратиться с жалобой. Прокуратура. Медрикова Леофендрис Передонов. Республика.